Удивить подписчиков в соцсетях с каждым годом становится все сложнее и сложнее, однако пока что еще это реально. Главное это не бояться экспериментов, чувствовать свою аудиторию, понимать зачем вы здесь в социальной сети, также следить за лидерами мнений, которые собственно и задают тренды. Меня зовут Алена Полихович и сегодня мы обсудим с вами, что входит в набор инструментов для продвижения, если вы хотите удивить свою аудиторию. Способ номер один это показать изнанку вашего рабочего процесса, как вы что делаете и подготавливаете. Да, этот способ конечно не новый, однако он до сих пор пользуется популярностью. Важно показывать не скучные однообразные ролики, снятые на коленке, а например показать какое-нибудь крутое видео за кулис, скажем так, как вы продумываете стратегию, как вы снимаете видео или сториз. Главное, чтобы видео было интересное, креативное, снято на хорошую камеру, с хорошим светом, музыкой или же озвучкой. Второй совет это сделать визуал действительно очень красивым, даже если ниша этого не предполагает. Визуал в продвижении социальных сетей это наше все. И даже если вы, например, ведете страничку керамического завода в сегменте B2B или же, например, какое-то булочное, которую никто не знает, и вам кажется, что нереально сделать что-то из этого интересное и красивое, и нереально найти своих клиентов, свою аудиторию в инстаграме, то вы сильно ошибаетесь. Поверьте, даже такая аудитория сидит в инстаграме и даже в пинтересте. И вам важно сделать эстетически красивый профиль, чтобы заставить подписчиков посмотреть на такие, казалось бы, скучные вещи с другого ракурса, с другой стороны. Третий небанальный способ это дать гостям, экспертам поуправлять вашим аккаунтом. Уже однажды такой тренд был в инстаграме, однако он был больше в каких-то таких тематических группах, связанных с путешествием, с психологией. Сейчас он снова возвращается на просторы инстаграма, однако уже в более экспертном качественном уровне. Что происходит в этом случае? Утром человек, эксперт, как правило, в какой-либо нише, допустим, ведущий маркетолог какой-нибудь крутой компании, выходит в сторис и говорит о том, что он захватил сегодня этот аккаунт и будет вести весь день сторисы. Он показывает весь день сторисы, утро, например, он начинает с каких-нибудь личных сторисов, подготовка к рабочему дню, какая-то рутина, завтрак. Далее уже непосредственно рабочий процесс, возможно, он отвечает на вопросы подписчиков, показывает какие-то рабочие моменты, отвечает на вопросы, комментарии, что-то интересненькое рассказывает, связанное именно с работой. Ну и далее, конечно, он прощается и благодарит за внимание. И поверьте, если вы хотя бы один раз в неделю будете такое использовать, то вы очень сильно удивите свою аудиторию и даже, возможно, приобретете новых подписчиков. Четвертый способ дать сотрудникам не из СММ поуправлять на денек страницей. Также один способ, который помогает привлечь больше потенциальных клиентов, расшевелить вашу существующую аудиторию и здорово поднять охват страницы. Здорово, конечно, приглашать кого-то из топ-менеджмента вашей компании, однако часто у таких людей просто нет времени на сторисы. Тогда можно попросить харизматичных людей из вашей компании поснимать сторисы. Главное, чтобы люди были харизматичные, открытые, приветливые, улыбчивые, свободно держались напротив камеры, могли что-то интересное рассказать, пошутить и так далее. Ну а далее потихоньку показывать всю, скажем так, за кулиси вашей работы, показать, например, всю вашу команду SMM-менеджеров, показать, кто же стоит за созданием такого крутого и качественного контента. Пятый способ, это видео в формате TikTok. Вы можете снимать такие коротенькие видео в формате TikTok, в самом TikTok, делать репосты в Instagram, и это очень круто будет смотреться, особенно если вы до этого никогда такого не делали. Если ваш профиль всегда был таким спокойным, ровным, уравновешенным, это должно взорвать вашу существующую аудиторию и привлечь новых подписчиков. Более того, использовать видео, Instagram или же TikTok, это отличная заявка на омоложение и на соответствие брендам. Тем более, если вы ориентированы на какую-то более молодую аудиторию или хотите на нее ориентироваться, то, конечно, именно видео, TikTok, Instagram, это именно то, что вам нужно. Такие видео могут быть как вайны, то есть коротенькие комические ситуации, которые превращают какую-то серьезную неудачу в комическую какую-то ситуацию. Например, вы можете в таком формате рассказать какой-нибудь свой факап или же факап какого-нибудь клиента, к примеру. Также это может быть, например, танцы TikTok, например, под какую-то трендовую песню или музыку вашей команды. Смело можете публиковать это в ленты Instagram, в сторис Instagram, поверьте, это должно зайти на ура. Ну и, конечно, еще смешное, о, важно можно рассказать, отличается это от вайна в тем, что вы здесь будете просто в таком формате подавать важную информацию. Шестой способ это дать мастер-класс в рамках своей экспертности, то есть вместо того, чтобы говорить постоянно о том, какой вы крутой специалист, демонстрировать свои, там, я не знаю, дипломы, сертификаты и так далее, лучше один раз дать мастер-класс то, в чем вы специализируетесь. Допустим, если вы заявляете о том, что вы гуру в продажах, то покажите в Instagram, в сторис, как вы продали свой товар или услугу, например, какую-то часть переписки, начиная от начала общения с потенциальным клиентом и заканчивая тем, как вы работали с его возражениями. Поверьте, такой опыт, он лучше характеризует вас как специалиста, как эксперта и он повышает уровень доверия к вам. И седьмой способ завершающий это дать именно подписчикам возможность поуправлять вашей страницей. Звучит, конечно, страшно, неужели придется передавать логины, пароли непонятным, неизвестным людям, мат от своего аккаунта, в смысле, зачем это? Но нет, все не так страшно. Достаточно просто провести такую интерактивную игру в сторис, как в симсах. Я думаю, вы все знаете, что такое симсы и все в нее играли. Вы постите о том, что сегодня именно вы, подписчики, будете управлять моим аккаунтом и управлять всей сегодняшней работой из сторис. После этого предлагаете какой-то опрос, например, действия, показать, например, СММщика, который ведет контент или показать, чем занят директор прямо сейчас. После этого вы даете где-то 5 минут аудитории, чтобы она проголосовала за один или другой вариант. И после этого вы выбираете вариант, который набрал больше голосов и его, собственно, воспроизводите. И так где-то 7 сторис, которые можно разбить на весь день. Ну и в конце, конечно же, вы благодарите свою аудиторию за то, что они были активными, принимали участие. Конечно же, спрашивайте, понравилось ли им и хотят ли они видеть подобные интерактивчики дальше. Поверьте, это очень сильно увеличивает как охват вашей страницы, поднимает активность на ней. И взаимодействие с подписчиками вам гарантировано. Уделяйте много времени сторис, а не только ленте, особенно если у вас именно аккаунт какого-нибудь бренда, потому что ленту, посты в ленте у брендов читают гораздо реже, чем просматривают сторис. Ну, конечно, вы в общем должны тратить много времени на создание качественного визуала и качественного контента, на создание постов, текстов. Вы все это должны, конечно, тщательно продумывать. И, конечно, продумывайте графику в тех же сторис, чтобы сторис были не скучными. Особенно с учетом того, что сейчас у нас есть куча приложений для даже сторис, чтобы они были какие-то интересные, а не обычные, шаблонные и скучные. И помните, что только от вас зависит, будет ли у вас толпа миллионов поклонников вашего бренда, вашего аккаунта. Напишите в комментариях, пробовали ли вы какой-либо из этих способов или, возможно, хотите попробовать в будущем. Конечно, задавайте вопросы, если они у вас остались, я буду рада ответить на каждый из них. Ну и вы, конечно, не забывайте подписаться на наш YouTube-канал, вступайте в нашу Telegram-группу, ведь там вы можете общаться с другими участниками, задавать свои вопросы, получать на них быстро ответы. Конечно, прослушивайте наши аудиоподкасты и заходите в наш Instagram-аккаунт. До новых встреч и хороших вам продаж!